МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад снова быть с вами. Наша сегодняшняя тема связана с битвой веры. Петр сказал, чтобы мы не удивлялись этому. Не знаю, обращаете ли вы внимание на то, что происходит в нашем мире, но христианство — самая гонимая религия на Земле в эти дни. Нам в США повезло, потому что мы не сталкиваемся с вызовами веры. Но я не думаю, что это далеко от нас. Это не что-то страшное, ведь Господь проведет нас в победе через все вызовы, с которыми мы столкнемся. Но нам нужна библейская перспектива. Мы должны думать о том, что ждет нас впереди, чтобы быть готовыми к этому. Именно об этом мы будем говорить сегодня. Доставайте свои Библии, блокноты, открывайте сердца и делайте заметки. Этот урок — часть того, чем мы занимались в прошлое воскресенье. Если вы смотрите все служения, то это не третья часть того, что было в среду и субботу. Это третья часть того, что было в прошлую, субботу и воскресенье. Если вы запутались, добро пожаловать. Я назвал эти три урока «Не удивляйтесь». А наш сегодняшний урок называется «Не удивляйтесь. Обычные битвы». Мы изучали историю церкви. Я работаю над небольшим проектом и надеюсь поделиться им вскоре. Он связан с историей церкви. В первые 400 лет церкви верующим приходилось сталкиваться с непростыми вызовами и идеями. Мы уже рассматривали духовную битву. Это соревнование с другими религиями и искушение назвать Иисуса одним из многих богов, в котором нет ничего уникального. Если бы церковь провалила это испытание, мы бы не собирались сегодня в зданиях по воскресеньям. Так же была умственная битва. Это была внутренняя борьба церкви. Это не были внешние силы. Это была внутренняя борьба против частичной истины. Это был серьезный вопрос, который затронул саму суть церкви. Понадобилось 150 лет, чтобы пройти через это. Наша сегодняшняя тема называется «Битва». Буквальные проблемы гонения. Это сопротивление идеи о том, что Иисус из Назарета, Господь, Христос и Царь. Все началось в Иерусалиме, на страницах нашей Библии. Но к тому моменту, как закончилось написание Нового Завета, учение дошло и до Рима. А после этого оно стало вопросом всей Римской империи. Я считаю, что это актуально для нас, потому что мы также переживаем серьезные духовные проблемы. Это проблема такого масштаба, который мы не переживали раньше. Если у вас нет духовного осознания, то можно посмотреть на происходящее и решить, что эти трудности можно понять или описать научными терминами. Пандемия и реакция на нее, экономика, эмиграционная политика, расовая справедливость, политическая борьба за власть. Но я верю, что главную силу нельзя понять так просто. Я верю, что под всеми этими реальными вещами разворачивается невероятный духовный конфликт. Мы видим беспрецедентный разрыв между словами и действиями. Все говорят о толерантности и инклюзивности. Это доминирующие идеи наших дней. Но мы так нетолерантны, как никогда ранее. И это не что-то незаметное. Мы не терпим мистера Потейта Хэда, доктора Зюса, дамбы и монополию. Их нужно поставить на колени. При этом жестокие видеоигры и музыка, наполненная российскими посланиями, на пике популярности. Недавно одна известная газета написала статью, в которой говорилось, что мужскую сборную университета Орла Робертса по баскетболу нужно исключить из турнира, потому что их учреждение представляет, я цитирую, «архаичные христианские убеждения». Я проверил? Эти архаичные христианские убеждения были напечатаны в статье. Их обидело то, что добрачный секс достоин порицания, что пьянство достойно порицания. Они не могут допустить, чтобы такие радикальные вещи выражались открыто. Но все это основывается на принципах библейского мировоззрения. И в известной национальной газете пишут о том, что эти идеи должны быть исключены из публичной сферы. Вы видите? Вы слышите? Вы думаете? Вы участвуете? И мы не должны удивляться. Первое послание Петра, 4 глава, апостол и рыбак которого выбрал Иисус, дает нам советы под конец своей жизни. И они весьма актуальны в нашем мире. Он говорит, возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странно. Весьма интересные слова от рыбака. Язык Петра не такой уж сложный. Он говорит, не удивляйтесь, болезненным испытаниям, с которыми вы столкнулись так же, как и я. Я не ожидал этого. Я думал, все будет сложнее. Что значит, их не должно быть на турнире? Я всегда удивляюсь. Удивляюсь трудностям в своей жизни, удивляюсь преградам и вызовам. Но мы видим ясные слова. Церковь. Мы должны быть на чеку. Я прав? Мы спали. Я не знаю, были ли мы в коме или отвлечены, в бункере своих мечтаний, задач и целей, но с помощью Святого Духа мы должны поднять свое видение. Также первое послание Петра 5, глава 8 стих. Тот же совет. Трезвитесь, бодрствуйте или держите себя под контролем и будьте на чеку. Это не самые приятные слова, держать себя под контролем. Не хочу. Хочу быть ленивым. Дисциплина и контроль? Быть на чеку? А зачем? Потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем, после того, как вы немного пострадали. Предполагается, что мы будем страдать. Это данное в нашем уравнении. На самом деле это коснется всех. Никому этого не избежать. Мы пытались избежать. Если наша вера была нам неудобной, мы шли туда, где было удобнее. Мы не были готовы страдать, паркуясь подальше от здания. А если поклонение не подходило нам, мы не собирались терпеть такие страдания. Мы шли и искали нечто более подходящее. Можем ли мы сказать, что получили так много благословений, так много возможностей, что у нас возникло извращенное представление о страданиях? Друзья, я не ищу трудностей, но мы не знаем веры, которая требует самодисциплины. У нас была легкая вера. Она базировалась на удобстве и комфорте, простоте использования, доступности в нашем настроении. Когда погода была не очень для купания, или не было игры, которая была интересной нам. Я не пришел для того, чтобы принести вам чувство вины или стыда, но мы не сможем проснуться и измениться, пока не признаем то состояние, в котором находимся. И это касается всех нас. Петр дает нам ясный совет. Противостойте. Стойте твердо в вере. Противостойте. И стоите в вере твердо против вызова противника, пытающегося уничтожить вас. Но он не придет с надписью «Дьявол». Он придет в виде искушений или угроз, страха и изоляции. А затем он говорит, что природа вызова универсальна. И никому этого не избежать. Но больше всего меня интересует исход. Он говорит, что после того, как мы пострадаем немного, сам Бог восстановит нас, и мы будем сильны, крепки и непоколебимы. Мы выйдем в лучшем положении. Я принимаю это и провозглашаю это в своей жизни. То, что было призвано принести разрушение Церкви, народу Божьему, приведет к тому, что мы станем сильнее, укрепимся и будем непоколебимы в такой мере, в которой никогда и не были. Аминь. Результатом всего этого будет признание того, что Богу принадлежит вся сила. Мы стоим в Его силе, а не в своей. Мы хрупкие. Враг смотрит на нас и думает, что заткнет нам рот, уберет или унизит нас. И без Бога он мог рассчитывать на все это, но он забыл о Боссе. Первые четыре столетия Церкви сила не использовалась для провозглашения Евангелия. Этот день настал позже, к сожалению. Инквизиция появилась позже. История Иисуса началась как ответвление иудаизма в Израиле. А за четыреста лет она стала официальной верой всей Римской империи. Удивительная трансформация. Они проявляли любовь, чтобы приводить людей к Господу. Но несмотря на это, против них использовали силу. Вновь и вновь. Почему же христиане так много страдали? Выдвигалось много причин. Историки, социологи. И многие другие предлагали свои мнения по этому вопросу. Одни говорили, что это были слухи о христианском поведении, вроде каннибализма, оргий и прочего. Другие говорили, что они не следовали социальным обучаям, идолопоклонства, играм и циркам Рима. Третьи предполагали, что христиане не терпели другие религии. Они не хотели, чтобы Иисус был одним из богов. Этот список можно долго перечитывать, но я не верю, что корнем гонений было что-то из вышеперечисленного. Все эти вещи можно использовать для описания, но я не считаю, что они описывают корень проблем. Причина, почему многие верующие так много страдали, ясно указана в словах Иисуса в Евангелии от Иоанна. Это 15 глава, 25 стих. Он сказал, «Возненавидели меня напрасно». Они возненавидели меня без причин. Посмотрите на простой пример. Он превратил воду в вино. Этого достаточно, чтобы получить пригласительное. Он воскрешал мертвых. Открывал глаза слепым, ходил по воде, но его ненавидели. Ненависть не базируется на логике. Для нее нет адекватной логики. Ненависть возникает из-за чего-то другого. Вам нужно знать еще одну вещь, чтобы быть готовым. Иисус сказал, «Если мир ненавидит вас, то не забывайте, что Он первым возненавидел меня». Страдания последователей Иисуса – это часть истории. Первые гонения были со стороны евреев. Еврейское общество гнало евреев, которые называли Иисуса Мессией. Они оставили теологические вещи, которые принимало общество. Они ждали Мессию, но не все признали «Вы Иисус Мессию». Их не особо волновал тот факт, что Он соответствовал пророческим требованиям. Они игнорировали чудеса. Это было неудобное учение. Книга «Деяний» рассказывает о природе этих проблем. Институты власти решили, что Иисус был угрозой их личным империям. Они придумали план, чтобы заставить римские власти заткнуть рот этому молодому раввину, который доставлял им неприятности. Но настоящие проблемы начались у них после распятия и воскресения Иисуса. Несмотря на все попытки еврейских лидеров, его ученики были готовы нести историю Иисуса так активно, как никогда. Наказание за приверженность Иисусу было частью начала истории, и ее мы видим в наших Библиях. Мы редко обращаем на это внимание. Я поделился с вами лишь кратким обзором. Я не буду подробно рассматривать все пункты, но хочу сказать о них, потому что они есть в нашей Библии. Деяние 4 глава. Деяние 2 глава. Это день Пятидесятницы. Третья глава. Рассказывает о невероятном чуде, которое потрясло весь Иерусалим. А в 4 главе, в Деяниях, они арестовывают Петра и Иоанна и садят их в тюрьму. В 5 главе первосвященника и его помощники Саддукеи наполняются завистью. Слишком много влияния. Людям не безразлично, что они думают. Они слушают их слова. Нам нужно лишить их платформы. Это не новая проблема. Они арестовали апостолов и посадили в тюрьму. Под конец главы началась эскалация. Они привели апостолов и бичевали их. Это старое слово означает взять плеть и побить их. Они ничего не украли. Не подняли восстание. Они учили по Писанию и молились за больных. Им же приказали не говорить об имени Иисуса. Весьма знакомые вещи. Не вспоминайте это имя здесь. К 7 главе Деяния мы переходим в новый рубеж. В Иерусалиме появляется первый мученик Стефан. Он просто помогал распределять еду. Но его приверженность Иисусу приводит к конфликту с сильными мира сего. И они закрывают уши и начинают кричать. Они хватают его, вытягивают из города и начинают побивать камнями. В следующем стихе мы видим нового персонажа. Его зовут Саввл и Старсом. Он раввин, фарисей из фарисеев. Он следил за одеждой людей, которые бросали камни в Стефана. В 8 главе Деяний мы узнаем чуть больше. Саввл уже одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. И все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. Они выгнали их из города, и мне были там рады. Стефана же погребли мужи благоговейные и сделали великий плач по нем. А Саввл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, и отдавал их в темницу. А ведь не прошло даже и десяти лет. Это все еще внутренние разговоры. Мы видим аресты, избиения, убийства. Людей садят в тюрьмы, у них конфискуют имущество. И это продолжается в книге Деяний. Евреям, 10 глава, это книга Нового Завета. Она была написана иудеем из диаспоры, которые рассеялись по всей Римской империи из-за возможностей бизнеса или давления. Итак, она написана верующим иудеям. Они верили в Иисуса. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем. Иногда их поносили публично, то, принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, они не прятались, а стояли с ними, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью. А зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее, и так не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Они терпели, когда их поносили публично, оскорбляли, гнали, сажали в тюрьмы и конфисковали их имущество. А я ворчу из-за того, что мне приходится парковаться дальше от здания, чем хотелось бы, а когда я приехал сегодня утром, еще шел дождь. Я страдал ради Иисуса. А тут сказано, терпение нужно вам. Вам — это личное местоимение. Кому это вам? Вам, значит, вам. Это говорится не мне, а вам. Наверное, автор послания обращался к нам, да? На юге у нас проблемы с местоимениями, поэтому мы говорим всем. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Вы можете исполнять волю Божию, но если вы не будете настойчивы в трудностях или страданиях, то не получите обетования. Опять же, предполагается, что у нас будут трудности, проблемы и страдания. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. И так можно встать, укрепиться, выдержать, преодолеть или поколебаться, уйти с арены. Это слишком трудно. Знаете, одним из главных вызовов в начале церкви в Иерусалиме, и когда она начала распространяться по Римской империи, и возросли гонения, было то, что с новой волной гонений появлялась группа, которая отходила от веры. Гонения шли волнами, в зависимости от императора и его предпочтений, или лидеров Иерусалима. С волнами гонений верующие отсеивались. Кто-то отходил от веры. А когда гонения стихали, то знаете что? Они возвращались. Одним из главных вызовов для верующих был вопрос о том, как относиться к этому. Это было непросто. Друзья, я не знаю всего, что ждет нас впереди, но весьма вероятно, что нас ждут новые вызовы, которые сделают вирус из Ухани мелочью. Нам понадобится наша вера, знания о царе и царстве, а также друзья, для ободрения, укрепления и заботы. Мы жили в благословенное время, когда Бога добавляли в качестве захватывающего предатка. Но я считаю, что в том, во что мы входим, нам понадобится Иисус, Господь и Царь. Я не хочу пугать вас, это не страшное время, а чудесное время возможностей. Самое опасное для церкви в историческом плане это изобилие. Можно нейтрализовать церковь благословениями, но каждый раз, когда начинались сезоны гонений и страданий, церковь расцветала. Советского Союза нет, а церковь в России осталась. Я подготовил для вас одну молитву. По правде говоря, я взял ее из четвертой главы Деяний. После того, как Петра и Иоанна освободили, они вернулись к верующим и помолились вместе. Я взял эту молитву с парой мелких изменений, чтобы она соответствовала нашему контексту. После того, как они помолились, место, где они собрались, поколебалось. Я не говорю, что так будет и сегодня, хотя учитывая дождь, но я считаю, что это актуальная молитва. Поднимитесь со мной на ноги, пожалуйста. Если вы смотрите нас в другом месте, то также можете помолиться с нами. Суверенный Господь, Ты сотворил небо и землю, море и все живущее. Ты устами отца нашего Давида, рабатывая его, сказал Духом Святым, что метутся язычники, народы замышляют тщетное. Восстали цари земные и князья, собрались вместе на Господа и на Христа Ему. Лидеры нашего мира собрались против Твоего святого слуги Иисуса, помазанного Тобою, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес с именем Святого Сына Твоего Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Мы живем в экстраординарное время. Нам многое не ясно. Нам нужно Слово Божие, чтобы твердо стоять на ногах. Сегодня наша жизнь выглядит так, словно она сошла со страниц Писания. Слова пророков каждый день оживают в заголовках новостей. Один из способов ощутить стабильность – понимать Писание. И один из ключевых моментов – знать, что делает Бог среди еврейского народа в Израиле. Прямо у нас на глазах Он исполняет Свои обещания, данные еще в книге Бытия. Я хочу пригласить вас в небольшой тур по израильской земле, составленной по материалам наших поездок. Я начал ездить в Израиль еще в детстве. Мы отправимся на Галилейское море, Мертвое море, и в Иерусалим. Мы обсудим, как они связаны с нашей жизнью. Когда вы посещаете Израиль, Библия оживает. Она наполняет нашу жизнь не просто истинами, но практическим смыслом. Мы собрали эти материалы в учении «Экстраординарный Бог». В учении «Экстраординарный Бог» вы посетите Израиль, Галилейское море, Иерусалим, гору Кармил и Израильскую долину. Пастор Аллен расскажет историю каждого из этих мест. Вы увидите, что Бог неизменно верен Израилю, и что еврейский народ, как и мы, находимся в центре планов Бога. Это учение можно исследовать самостоятельно или в группе. Вы можете смотреть короткие послания пастора Аллена, а затем изучать руководство. Мы высылаем это учение за пожертвования в 45 долларов или больше. Каждому, кто сделает пожертвования, мы также вышлем в видеоурок пастора Аллена «Важность Израиля». Он объясняет, почему Израиль и еврейский народ так важен для нашей веры. Сделайте запрос на нашем веб-сайте или позвоните по номеру, который вы видите на экране. А сейчас смотрите небольшой отрывок из этого удивительного учения. Мы совершим тур по Израилю и побываем в моих самых любимых местах. Сегодня мы находимся в центре Иерусалима. Этот город раскинулся вокруг, как красочный габелин. Иерусалим находится в центре Божьих планов с тех пор, как Авраам повел здесь своего сына на гору Мария. Иерусалим всегда напоминает мне, что Бог заботится о Своем народе. Библия не дает пояснения, почему Бог о нас заботится, однако Иерусалим находится в самом центре проявления Его заботы. Этот город станет эпицентром события, описанного в библейском пророчестве. И это возвращение нашего Господа. Он вернется в этот город. И единственная причина тому Божья забота о нас с вами. Бог верен, и вы можете доверять ему. Сделайте запрос на нашем веб-сайте или позвоните по номеру, который вы видите на вашем экране. Теперь как никогда легко получать новые проповеди от пастора Аллена с нашим новым приложением. Вы можете смотреть ваши любимые передачи, когда и где вам удобно, участвовать в онлайн-служениях. Вы можете слушать записи служений, использовать обучающие инструменты для развития своей духовной жизни. Также вы можете присоединиться к нашему плану чтения Библии. Читайте или слушайте. Вы можете стать нашим партнером, помогая распространять Евангелие. На любом устройстве просто введите в поиски приложение «Служение Алина Джексона». Ищите наш фирменный значок. Скачайте наше приложение и вдохновляйтесь Словом Господа нашего.